Привет, ребят! Досмотрите видео до конца, пожалуйста, и учтите, что после этого ролика сразу же почти начинается стрим, где мы можем с вами пообщаться, или же вы можете просто посмотреть за моей игрой. Но предупреждаю заранее, что чат будет открыт только для тех, кто подписан на мой канал. Не беспокойтесь, покупать ничего не нужно, достаточно просто нажать на подписку и всё, и ждать стрим. Дело в том, что я хочу очистить свой чат на стриме от нечисти, который рекламирует випкамы, или же ещё какую-то фигню. Мне это в чате не нужно, я хочу видеть общение аудитории либо между собой, либо со мной. Так что всем удачи, ждите стрим примерно через час или полчаса, а пока смотрите видео. Добрый день, вечер, утро, я не знаю у кого какой часовой поезд, дорогие зрители. Сегодня мы станем свидетелями одной очень интересной попытки стать более толерантным сервером на фоне остальных конкурентов. Убедительная просьба досмотреть этот ролик до конца, а также разослать его куда только можно. Дискорд сервера по Гаррисмоду, группы ВК по Гаррисмоду, или же беседы, или же знакомым тем, кто играет в Гаррисмод. Сразу предупреждаю, автор этого видео не пытается кого-либо вытянуть на конфликт, так что имейте в виду. Так, ну я зашёл, я стал наёмником, и где мне взять оружие, я не знаю, если честно. Заказы до ближайшего... Я не пойму, он летает, что ли, 500, 600. Он где-то в воздухе, что ли, на самолёте, я просто не пойму, уже тысяча метров до него, это вообще за бред. Пистолет мне дай, алло. Слышь, я его не сниму. Говорю, пистолет мне дай, ты что, глухой, что ли? Пожилы хватит. Ё-моё. Сарка святого шарика. Здрасте. Здарова. Что вы тут делаете? Я гуляю. О, а чё продаём? Чё продаём? И чё это было? Дай пистолет один в долг. Дай пистолет в долг. В долг дай пистолет. Пистолет в долг дай, говорю. В долг не могу. Я тебе верну потом деньги. Помогите, ФБ, ты меня домогаешь. Так, ладно, окей. Это тебе за то, что ты хотел меня ментам сдать. Ай, бля, помогу. Ух ты, старшеклассник вылез. То есть я камнями буду сейчас кидаться в них, да? Круглый камень полетел. Ты что делаешь? Конченый. Объебос. Пидор конченый. Гной, грязь. Уёбище. Тварь. Мразота. Мразота, 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 говорю. Мразота. Мразь, мразь, мразь. Грязь, грязь, грязь. Абоссаный, абоссаный, абоссаный. Пидорас тупой. Смотри, смотри, смотри. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Побежал. Конченый. 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 Конченый, блядь, идиот. Долбоёба кусок. Ребята, ребята, ребята. Держи типа с монтировкой. Он РДМ-ит входит. Держи, держи, ублюдка. Ублюдка, держи с монтировкой. Он на крыше. Он на крыше, говорю. Вот он, вот он. Он на крыше уже убежал, ты его упустил Ну и что, он разве не кончен? И к нему просто подошел чел, который кинул в него снежком Из-за этого он начал нарушать два правила Фрикил, а также фридамаг Молодец Слышишь, подлечи меня, пожалуйста Жалоба отправлена Мою жалобу, кажется, не разберут А зачем ты, кстати, мэром стал? Зачем ты мэром стал? Объясни Я просто Ну ладно Отклонили мою жалобу Я не понял, меня фрикинули? О, хер, он отклоняет ДжБ А что это за прикол? Они отклоняют, просто берут мою жабе Че за дебилы? Возможно, я чего-то не понимаю, но я достаточно доступно в первый раз объяснил суть жалобы Админ ТП фрикил Что-то может быть непонятного и некорректного я, если честно, реально не выкупаю Затем я подаю еще несколько жалоб Их тоже отклоняет И я начинаю писать в УОТС И он начинает просто рофлить Что за долбоеб на администраторе, я так и не понял Просто отклоняет один и тот же администратор Если не хочешь разбирать ее, нахуй ты ее трогаешь Не трогай ее, оставь другому админу, который разберет ее и нормально разберется ситуацией Не понял, они дебилы, реально, зачем они отклоняют мою жабе Я вот отправил сначала Отклонили раз Потом еще раз Если третий раз отклоняют, я вообще охуею Вот вам краткий экскурс, как определить дебила по одному сообщению В чем проблема жабе мою принять? Привет, привет, привет Меня на крышу Меня на крышу Меня на крышу, можешь стыпнуть? Посмотри логи, меня убил человек А что за еблан на хейт-кураторе у вас отклоняет, берет ЖБ? У вас, может быть, некорректно оно написано Ну я два раза писал подряд, что жалоба была на фрекил, он берет и отклоняет и рофли с этого Вы адекватные? Ну, я до этого писал админтп фрекил, в чем некорректная жалоба Так, за кого он там играет? За бандита Ага, спасибо Ну посмотрим, что он сделает ему У вас подали жалобу за фрекил? Был фридамаг сначала А вообще, расскажите, как все было? Ну, в Оземерии я кинул в него несколько раз снежок Вот, то есть играл с ним в снежки И он согрелся на меня с монтировкой бегом, получается При полицейских, через весь город он убегал от меня И за мной тоже Вот, потом он вроде бы убежал от полицейского Его пытались остановить менты Его это никак не испугало И потом он прибежал буквально через секунд 10, как он скрылся И убил меня, получается, на улице Ну, правильно Я тебя назвал в соответствии с тем, как ты себя ведешь Я в тебя в снежки кинул молча Начал говорить все это после того, что ты начал на меня накидываться с мистерами А что вы говорили? Ну, я его оскорблял Кричал, полиция, держите ебанута Слушай, ну, я изначально молча просто несколько раз снежок кинул И он согрелся на меня Вообще как? Вот вы кинули в него Ну, я снежок в него кинул Я ничего такого не сделал Я молча это подошел, сделал Он накинулся на меня с монтировкой А как мне на это реагировать? Если чел как ебнутый ведет себя Боже, он так вас назвал, да? Вы так его называли? Я тебе еще раз говорю Да, это было Но я не начал просто с нихера его оскорблять Ты вообще с из вышки на сервере? Я откуда знаю? Я тебе говорю про другое Ты будешь разбирать эту ситуацию или нет? А, поп? Никому он там Алло У меня кто-нибудь послушает? Нет? Я вроде бы жалобу подал Ну, подождите Но вы сами сейчас подтвердили то, что вы нарушили Очень серьезно В смысле? А то, что он нарушил, это нет? Нет, вообще не считается Ну, подождите Но у вас намного серьезнее нарушение Ну, слушай, давай разберем сначала то, на что я подал жалобу А потом уже разберем, что я нарушил Он получит свое наказание, он получится Ну, давай тогда сейчас он получит наказание А потом со мной уже разберешься Нет В смысле нет Я сначала подумал, что это какой-то затянувшийся рофл со стороны администрации Но нет, они реально долбоебы У них, блять, реально правило создано такое Сейчас я даже найду его Подождите Разжигание межнациональной розни Запрещены действия, направленные на возбуждение межнациональной или же межрасовой вражды Сука, да я даже 100 гривен поставлю на то, что аудитория Umbrella RP вообще не в курсе, что значит слово рознь Что уж вообще говорить про фашизм, нацизм, антисемитизм, феминизм, расизм, сексизм, экстремизм и так далее Как же я люблю БТС, вот они слева направо, блять Ребят, блять, серьезно? Вы при наборе проводите администратором в будущем краткий экскурс Если вы до сих пор не поняли, о чем я говорю Несколько минут назад я назвал человека, на которого пожаловался, пидором, причем несколько раз И он решил притянуть меня за нарушение правила 1.20 и отказался слушать меня вообще дальше на разборку Так в чем прикол-то? Я при нем прочитал это правило вот слово в слово И я не нашел там ни одного пункта, за которым можно уцепиться к моему слову Нет, я бы понял, если бы там была написана пропаганда гомоофобии И то, это вряд ли, очень и очень вряд ли Так нет же, что администратор, что куратор, они блять настолько тупые, что они даже не знают, что они написали, сука, в правилах Что за дебилы, господи? Если вы до сих пор считаете мои слова неправдой, подойдите к любому игроку Umbrella RP и спросите, что такое сексизм или же феминизм Нихуя вам никто не даст ответ Подождите Хорошо, давайте Вот вы начали кидаться в него снежками, он вас начал бить Ну, правильно, фридомаг Ну, по сути Ну, все, это фридомаг Ну, да Это фридомаг, да Ну, все равно, ну, урона снежков не считается Ну, я вот, значит, никак не раздамажил, ничего Он меня дамажил, я тебе еще раз говорю, ты меня слышишь? Ну, зовем попа, но уже не по этому вопросу Ну да, ты за фридомаг получишь Так он меня убил Это уже фридомаг считается Ну, убил? За что? Вы за ним гнались? Я уже про него забыл, понимаешь? Нет, ты меня слушаешь или нет? Ты просто с ним разговариваешь, ты меня не слушаешь Ну, вы его назвали, вы понимаете? Вы его так назвали? Ну, а как мне называть человека, который просто так нарушает правила фрекил? Ну, точно не этим словом Каким не этим? Пидором? Угу В смысле? А что? Что мне делать тогда, по-твоему? Не бегать молча от него и не реагировать или что? Зайди в правила Подожди, есть правило 1.20 Такие слова нельзя говорить Ну, окей, давай я сейчас зайду гляну Ребят, я как будущий дипломированный переводчик ответственно заявляю, что на первом-втором курсе я проходил культуру речи и делового общения и все эти понятия я изучал вдоль и поперек Конечно, я не писал докторскую по поводу того кого можно назвать пидором, а кого нет но все же тут все равно и так все ясно В какой-то степени это слово, конечно, можно подтянуть под гомофобию но все же не в этом контексте И, сука, точно не в этой игре Ну вот серьезно, блять, не в горисмоде Серьезно, вы посмотрите на логотип этой игры В нее по определению не может играть натурал Ладно, может, в моем случае я играю в защитном костюме Вот уж не думал то, что университет мне все-таки поможет пустья несколько лет показать свои знания но, сука, ну не здесь же, блять, не в горисмоде на админразборке со школьником, который вообще ни хера не знает о правилах своего сервака, где он администрирует Ну, знаешь, да, это фрекилл, потому что за Оск Это не совсем корректно его убивать Можно было просто кулаками надамажить потому что, типа, отставить свою честь Ну, потому что от уронов кулаков, если у вас конфликт попадание снежком, он не считается, ну ты получишь свое наказание Ну, все, тогда наказывай и зови другого администратора по поводу моего якобы нарушения Блин, ты так это просто говоришь Спойлер, позвать он собирался того самого администратора который отклонял мои жалобы, а также рофлил с меня в отц непонятно почему Ну, в смысле, ты его наказывать не собираешься или что? О, поп У нас 1.20 и у него, и он подтвердил это О, здорово, как дела? Здорово, нормально Я говорю насчет его нарушения, вы его наказывать будете? Уже подтвердилось Ну да, мы накажем его за фрекилл, мы накажем Ну так наказывай Ты сам подтвердил свое нарушение Так, окей, хорошо, ты его накажи сначала Хорошо По поводу 1.20 не нужна везде фиксация правонарушения, если оно нет 1.20, я сейчас полистаю, что это за правило Ну тогда я не смогу ничего помочь, если у вас нету демонстрирования, подтверждающий его правонарушения А 1.20 к моим оскорблениям никак не относится Я назвал его чисто исходя из его поведения по отношению ко мне Я не назвал никак его, как может оскорбить, к примеру, какую-либо национальность Что за бред? Нету здесь 1.20 Ну, знаешь, я это лично получил Я знаю, что говорю Ну, знаете, мать меня пиздила сковородкой по голове И это нормально, мама сказала, что это нормально Я знаю, что я говорю Это примерно так же, блять, выглядит, ну камон Он вам за эти несколько секунд показал, что он Он вообще не знает, как привести нормальный довод или же аргумент Что в принципе одно и то же Чтобы объяснить мне, что я, ну, не прав реально здесь Вместо этого он дискредитирует прямо при мне другого администратора Который немного ранее дал ему по шее за это же правило Причем ни один, ни второй администратор, о которых я сейчас говорю Они не знают, что это за правило и как оно вообще действует И я с таким же успехом, например, могу отлететь за это правило Чисто потому, что я, к примеру, построю какой-нибудь флаг какой-либо страны Или же напишу на стене Black Lives Matter Просто я отключу в бан, просто потому что администратор тупой И не знает, как правило трактуется И когда его следует применять И только не надо писать мне о том, что ты слишком сильно агрессируешь на этого администратора В этом ролике Он не виноват, нет, он виноват, потому что он тупой Он не хочет углубляться в ситуацию Он просто опирается на свой прошлый опыт Потому что вот так вот ему дали за это по шее И он теперь считает это нормой Но типа камон, это почти то же самое, что, например, девушка состоит в отношениях, где ее пиздит парень Эти отношения впоследствии заканчиваются Начинаются новые Там, где ее не пиздит никто, ее любят и уважают Она считает, что это неправильно, потому что у нее уже устоялось такое мнение, что в нормальных отношениях ее должны пиздить И если кто-то захочет самоутвердиться в комментариях, то пожалуйста Но я вас предупрежу, что я против физического и морального насилия над партнерами в отношениях Всем удачи и любви Ни одну свою девушку я никогда в жизни не бил Ну, только по жопе И то, это носило исключительно сексуальный характер И все были довольны Ты, видимо, не знаешь Пидор это что, национальность какая-то? Или же конченая какая-то национальность? Или же, не знаю Я получил за это наказание, я знаю, что я говорю Ну, если тебе неправильно выдали наказание, я тут при чем? Ну, в смысле неправильно, там написано Ты... Ну, прочитай мне это правило Ты, получается, его унижаешь По гендеру С каких пор гендер это нация? Да при чем тут нация? Ну, в смысле, там правило про межнациональную рознь разжигания вообще-то пишет Ты прочитай это правило, открой сейчас при мне Запрещены действия, направленные на возбуждение межнациональной или межрасовой вражды Что это за бред? Ну, тогда к попу обращайся, он меня за это забанил на пермач Все, больше никаких вопросов Запрещена пропаганда таких идеологий, как фашизм, нацизм, антисемитизм, феминизм, расизм, сексизм, экстремизм и так далее Ты только что сейчас назвал Ты только что это сейчас назвал Сексизм? Ммм, что? Я... Я даже бы... Я пропагандировал сексизм или что? Ты мне можешь ответить? Что я пропагандировал? Эээ, сексизм Какой же, сука, тупой осел Я по половому признаку кого-то угнетал Ну, в наших реалиях это уже... Я сказал... В каких реалиях ты адекватный? Нет, подсчитай, что такое сексизм Это как минимум просто угнетение по половому признаку Это если бы девушка играла со мной в этой ситуации Я бы сказал то, что якобы бабы не люди Ну, я так, естественно, не считаю Но если бы я так сказал, предположим Это был бы сексизм А это просто оскорбление У нас в правительстве могут там пидорасы сидеть Или же пидоры Или же конченые У нас конченых по улице ходит, знаешь, сколько? Это не сексизм, не какая-то межнациональная рознь, что ты несешь У меня нет здесь нарушения никакого 1.20 Да... Знаешь, я за вот нарушение получил перманентный бан А его просто так не выдают И могут его выдать... О, хорошо! Что ты сказал такого, за что ты получил бан? Высый гей И что? Ну, получил за это бан Так ты неправильно бан получил Если ты думаешь, что ты правильно бан получил Ты не знаешь, что тебе нужно... Так я ж кидал жалобу Я кидал жалобу Мне сказал... Ну... Создатель этого сервера... Не, послушай меня, послушай Судя по тому, что ты посчитал слово конченый Или же пидор За сексизм За пропаганду сексизма Ты, в принципе, никак не смог обжаловать свой бан Поэтому ты сидел в бане Потому что ты не знаешь, что это такое сексизм А при чем тут обжалование? Тут... Тебе же только что... Вот высший администратор Тебе только что сказал То, что без демки Он... Он по такому нарушению даже не работает То есть... Просто подать... Я мог просто кинуть демку Этому геймачу Сказать... Меня просто так забанили на пермач На 1.20 И ему все равно, что я напишу Главная демка И на демке уже все видно Понимаешь? Ну, а со мной-то что сейчас будет? Ты мне что пытаешься объяснить? С собой ничего не будет уже Ну, демки нет никакой Хорошо, у меня есть У меня писалась демка его нарушения Где я его оскорблял И ни одно из оскорблений не подходит под правило 1.20 Подходит, подходит Не подходит? Я тебе еще раз говорю Ты не понимаешь? Ну... Хорошо, слово конченый Под какое конкретно под правило В этом 1.20 подходит? Нет, это ни при чем Это слово ни при чем Это слово ни при чем А слово пидор при чем? Ну, оно подходит под это Под что именно записанного в правиле? Ты мне скажи Под 1.20 Я... Ты не знаешь этого правила? Ты не знаешь понятий, которые написаны в этом правиле? О чем речь? Ну, знаешь Понимаешь? Я, может, и не знаю, но вот высшая администрация точно знает. Потому что они эти правила и писали. Чтобы писать правила, они обязательно знать, о чём ты пишешь. Ну, так, на всякий. Люди кучу книг в мире написали, они не понимают иногда, о чём они вообще написали. Значит, на нём бы никто не играл, он бы не был таким популярным. Будем честны, Амбрелла популярна из-за того же, из-за чего и популярен, к примеру, Фуст. У Фуста ковбойка, здесь мини-ган в донате и какая-нибудь ещё хуета. А, ну и плюс ещё узаконенный РДМ в виде игры за заражённого, где ты можешь спокойно бегать минуты 2-3 и разваливать весь сервак. Такой себе, если честно, повод для гордости, но да ладно. Так, не в этом дело, не в правилах, а в том, как их написали. Ты неправильно понимаешь, что правила... Ну, так вот именно, если правила, если правила некорректные, если правила какие-то некорректные, и там какая-то фигня прописана... Да нет, в них не прописана, говорю, какая-то фигня. Просто то, что я сказал, не попадает под нарушение 1.20. Хорошо, смотри, это было бы нарушением... Давай я тебе объясню ещё раз на пальцах, если ты не понимаешь. Это было бы нарушением, если бы в правилах было предписано, например, запрещено, к примеру... Знаешь, что такое гомофобия? Угу. Спойлер, он не понял, ему похуй, ему неинтересно это разбирать. Он просто руководствуется тем, что его когда-то за это забанили, и теперь он делает так же и портит жизнь игрокам. Супер администратор, спасибо, Амбрелла. Это как раз вот моё слово бы подошло под это описание. И тогда бы меня можно было бы наказывать. А тут из всего того, что ты написал, ничего нельзя подвязать. Ладно, допустим. Допустим, значит я не нарушал и не могу нарушить это правило своими высказываниями. У вас есть ещё какие-то вопросы, кроме этого? Ладно, я понял, непробиваемо. Ладно, спасибо за разбор ЖБ, закидывай меня обратно. Угу, удачные игры. Зато удачные игры при конце разбора жалобы как отче наш, блядь. Охуенная администрация, у меня других просто слов нету. Нет слов, одни эмоции на самом деле, потому что это пиздец. И таких администраторов куча, он не один. Если вы сюда задумаете заходить по какой-либо рекламе, то берите, пожалуйста, в расчёт то, что вы можете быть бесконечно умны, или же быть прошаренным в какой-либо области. Всё равно, любой ваш довод, будь он даже самым таким информативным, и который вас реально может оправдать, логически объяснить, почему вы не будете получать за это наказание, администратор будет всё равно, потому что он даже вас не поймёт, на каком бы вы языке с ним не говорили. Это какая-то слишком странная, одновременно нелепая потуга выглядеть более толерантными на фоне других серверов. Мол, у нас ты можешь почувствовать себя в безопасности, быть защищённым, как за каменной стеной ты будешь стоять за нашими правилами. А теперь сообщение тем, кто занимается набором администрации на Umbrella RP. Ребят, откройте, пожалуйста, где-нибудь в России школу и обучайте там своих администраторов будущих правилам. Объясняйте им то, что вы там прописываете, потому что они реально не понимают. Вы думаете, я шучу? Вовсе нет. Я готов помочь вам открыть франшизу от своего имени, которая уже зарегистрирована как голубой горизмодер. Чтобы со мной связаться по этому поводу, вам достаточно написать мне на электронную почту или же в ЛСВК. На этом у меня всё. Было бы неплохо, если бы вы зарепостили этот ролик куда только можно. Это бы очень сильно мне помогло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова